Привет всем! Меня зовут Николай Соколов. В этом видео я сделаю небольшой видеообзор моей книги. Книга называется «Гитарная схема для импровизации». Как ей пользоваться? Итак, если вы уже приобрели, то вам для начала нужно изучить все интервалы, которые здесь описаны. Интервалы здесь представлены достаточно просто. Здесь нет каких-то сложностей или заумствования каких-то, мудрствований. Все достаточно просто и понятно. Итак, в первой главе мы с вами видим интервалы. То есть если вы возьмете в руки книгу и начнете ее изучать, то перед вами видно всегда у нас что табулатура, что аппликатура. Нижняя строчка – это шестая струна, верхняя строчка – это первая струна. Это так же, как в нотах, когда мы видим с вами верхнюю линейку в нотах. Это у нас самый верхний звук, самый тонкий. А нижняя строчка – это самый нижний звук. Абсолютно по этому же принципу сделаны и аппликатуры, и табулатуры, и все остальное. Итак, значит, когда вы выучиваете интервалы, здесь их достаточно много. Собственно, все основные у нас получаются с пятой страницы по одиннадцатую. Но я не буду сейчас перечислять страницы здесь. После того, как мы с вами их выучили, переходим к упражнениям. То есть, это все нужно, необходимо закрепить. И лучше всего, если вы, когда это все сделаете, каждый интервал представите в виде какой-то начальной песни, чтобы у вас, например, какой-то интервал характеризовался какой-то мелодией. Например, как мы знаем, кварта – это гимн в России. Допустим, если я сыграю какой-то интервалчик, скажем… Скажем, кварту, то кварту у меня будет характеризоваться гимном Российской Федерации. И вы уже знаете, что кварта у вас выглядит именно так. На грифе она выглядит у вас именно так. Квинтер у нас выглядит… Каждый интервал мы с вами выучили отдельно, поработали над ним. И в этой книжке представлены также небольшие упражнения. Вообще, поначалу, когда я хотел делать книгу, то изначально я не хотел писать никаких упражнений туда. То есть, просто схема, просто схема, схема, схема. Вот, ну, просто несколько ребят посоветовали сделать пару упражнений. Вот, и, в принципе, в процессе всего этого дела я согласился и сделал некоторые упражнения сюда полезные. Здесь упражнения на легатную технику и на свит, очень много на свит, на переменный штрих, этюды сюда сделал. В принципе, если знать все эти схемы, например, мажорное трезвучие, вот сейчас вот открыл. То есть, вот у нас схема мажорного трезвучия. То есть, вот мы их сделали, поставили перед собой. То есть, сначала мы их поняли. То есть, вот оно у нас идет. Сначала с шестой струны мы играем. То есть, вот эта страница 20 для тех, кто приобрел книгу. И мы сами занимаемся. Сначала мы выучиваем мажорное трезвучие. Ну, для начала просчитали страницу 17-ую. Все, что это такое, то есть, как это выглядит в грифе, то есть, какие бывают обозначения, все-все-все. И потом начали это все учить. То есть, сначала выучили мажорное трезвучие. То есть, вот мы его построили здесь и сыграем. То есть, потом потренировали все это дело. Сыграли мажорное трезвучие. Вот, потом субдоминантовое трезвучие. И доминантовое. И, собственно, опять турник пришел. И, таким образом, у нас с вами уже получается модель трезвучия в голове есть. То есть, любой аккорд, который мы с вами встретим на своем пути, мы уже можем с вами обыграть трезвучием. Достаточно интересная тема. Вот. Затем далее то же самое на минор идет. Уменьшенное, уменьшенное арпеджио. Вот. Уменьшенное арпеджио мне очень нравится, потому что оно, ну, достаточно такое таинственное. Загадочно звучит, так же, как и увеличено. Например, уменьшенное арпеджио очень интересно звучит. Вот. Или же, например, в обращении его можно сыграть. Вот. То есть, это, в принципе, все в книге описывается. Вот. Затем далее, что у нас здесь? То есть, по арпеджио, то есть, вот мы пробежались, есть масса упражнений, связанных на арпеджио, то есть, именно на трезвучие. Это и ломаная арпеджио, соединение тоника, субинанта, доминанта, и минорная. Затем по увеличенному арпеджио очень много. И очень, я сюда очень много сложных упражнений, именно для тех ребят, которые уже умеют, все знают, но что-то еще хотят куда-то двигаться. Я сюда привел пример, как мои любимые упражнения, это широкие арпеджио. То есть, они здесь написаны в нотах, то есть, куда чего бы ставить. Например, то есть, это широкие арпеджио. Такого формата, то есть, но только они здесь все виды, и мажорные, и минорные, и в обратном порядке, и в другом. То есть, очень удобные арпеджио для занятия. Секвенции трезвучиями, то есть, то, что даже здесь у нас на канале YouTube есть. Также есть этюд на трехструнах, то есть, это такой а-ля Мальмстен стайл. Но единственное, что я его играю переменным штрихом, то есть, я не играю его с литровым движением. Мне больше нравится играть его переменным штрихом, чтобы работать над правой рукой, именно чтобы она у меня играла четко. Такого формата, то есть, в принципе, неплохое упражнение для переменного штриха и межтронных скачков. Также свиповых очень много на свип, даже, наверное, я перестарался в плане свипа, потому что все-таки... Но, опять-таки же, здесь приведены примеры трезвучий, и обычно мы играем свип на трезвучия, поэтому сюда я это все добавил. И свип в арпеджио, а выигрываем трезвучие свипом. YouTube на свип. Очень много приложений. Потом, что мы добавляем здесь даже с мозги? Добавляем повышенную квинту в мелодию, чтобы это было интересно. То есть, как это будет выглядеть, повышенная квинта в мелодии? То есть, если мы с вами сыграем, то получается... Или же, например, наоборот, пониженную квинту в мелодию. То есть, тоже достаточно интересно звук меняется. То есть, когда мы играем, то есть, мы можем, опираясь на эти знания, то есть, в принципе, создавать какие-то свои проигрыши, достаточно мелодические и интересные. Далее идут стандартные гаммы. Но здесь, как правило, все все знают, все все умеют, но, тем не менее, стандартные гаммы я сюда написал. Натуральный мажор, гармонический мажор, мелодический мажор, натуральный минор. То есть, в нескольких схемах это все здесь сделал. Чтобы было все удобно. То есть, опять-таки же, когда мы с вами играем какие-то натуральные миноры, например, то есть, он у нас может быть в двух схемах, например. То есть, вот у нас мы видим, то есть, одна схема, другая схема. То есть, одна у нас схема, скажем, тесного расположения, то есть, которая играется приблизительно, то есть, вот в этой сфере грифа. Это гармонический мажор, натуральный мажор. Либо же, например, минор, который играется широкий, по три нотки на струне. Потом. Далее у нас идет упражнение, мелодический также минор. Упражнение, секвенции различные. Именно, секвенции здесь опираются на гаммы. На эти гаммы, которые я еще только что сыграл. То есть, здесь секвенции и на минор. Секвенция по три, по четыре, на мажорную гамму. Этюд. Сюда я даже сделал, по-моему, два этюда, таких полноценок, больших, чтобы можно было прокачивать свою технику. И эти этюды, в первую очередь, они созданы на основе секвенций. Секвенции по три, по четыре. То есть, этюд си минор, который музыка Яков Донт, скрипач. Вообще, скрипичные этюды очень полезная вещь. Так что, если вы хотите прокачать себе технику, то я бы советовал играть скрипичные этюды. Также, хроматическая гамма. Ну, хроматическую гамму мы все с вами знаем. Яркий пример Палёши Миля Римского-Корсакова. И я его здесь написал. Единственное, что я сделал, возможно, кто-то будет говорить, что вот, нот нет. То есть, я его сделал без нот. То есть, только табулатура. Но так как здесь, если писать ноты, то это бы заняло еще много места. Вот, я постарался ее, книжку, сделать компактно, чтобы... Вообще, изначально я не хотел ноты делать. Но просто, когда давал ее на редакцию одному профессору, то мне сказал, что Николай, я бы тебе посоветовал сделать ноты. Все-таки, ну, это музыкальная литература. Поэтому я послушал, решил, да, действительно, ну, пускай будут ноты. Хотя гитаристы обычно опираются все равно на табулатуру. То есть, как ни курситус. Ну, большинство. Хотя, когда ко мне один человек хотел заниматься с абсолютным слухом, вот, абсолютники, они занимаются... У них они прям смотрят в ноты, и у них это все играет. То есть, удивительные вещи. Нет, не те ребята, которые относительно, относительный слух, а именно абсолютный слух, который с рождения над богом. Так, значит, дальше мы играем целотонная гамма. Это вообще прекраснейшая гамма. То есть, я люблю очень ее вставлять в доминанту. То есть, когда идет в доминанту, я очень... То есть, очень достаточно интересно выиграться. То есть, она там тоже представлена в нескольких видах. То есть, есть... Можно играть либо в одной аппликатуре, либо, например, в так... То есть, в каких-то широких аппликатурных формах. Вот. Но также я оставил место для творчества, чтобы можно было самому творить. Потому что, в первую очередь, у вас есть схема. То есть, это, грубо говоря, у вас есть слова, и вы из этих слов должны придумать что-то свое интересное, чтобы это было именно ваше. Так, дальше у нас идут натуральные лады. Это ионийский, идорийский, это афрегийский. Все вот эти лады. То есть, я их написал здесь в двух формах. То есть, это у нас получается, допустим, первое и второе. Допустим, скажем, тесное расположение, широкое расположение. То есть, очень удобно, например, скажем, играть. Сейчас я выиграл аппликатуру фрегийского минора, но на слух это получается как ионийский мажор, потому что аппликатура именно фрегийского лада звучит ионийский мажор, потому что, ну, здесь уже нужно выбирать на саму гармонию, потому что, если мы построим какой-нибудь лад именно на гармонической сетке и будем слушать, то мы уже можем как будто добавлять приправу в суп, скажем. То есть, эти гаммы достаточно интересно звучат. То есть, здесь нужно тоже их сначала выучить и уметь обыгрывать гитару. Допустим, как мы, например, делаем. Скажем, мы можем с вами обыграть тонику, допустим, взять, скажем, лидийскую гамму и обыграть тонику. Достаточно интересно будет звучать, потому что там фа диез, это лидийская ступень, лидийский лад. Допустим, мы сыграли, допустим, какой-то... Ну, допустим, соль мажор. И, допустим, сюда добавили какой-нибудь... Именно в соль мажоре это у нас будет повышенная нота до диез. Ну, соль, ля, си, до. Четвертая ступень, повышенная до диез. Ну, и уже можем обыгрывать ее. Но здесь дело в том, что этими самими гаммами лучше всего обыгрывать какие-то надстроечные гармонии. Допустим, поясню. Доминанту можно обыграть на ксалидийской гамме. Допустим, скажем, что-нибудь... фрегийским минор, фрегийским ладом мы можем с вами обыграть также такой достаточно интересный аккорд. То есть будет такой, как колорит испанского лада звучать. Итак, также на все эти гаммы мы здесь написали несколько этюдов. То есть это штрунные скачки, чтобы закреплять все это дело. В фаршлаге на миксалидийский мажор обыгранной бригийского лада. Небольшой такой пассажик. Но также очень важно, чтобы вы, когда все эти лады выучите, чтобы вы придумывали что-то свое. Это очень важно. Потому что вы должны вырабатывать свой собственный язык упровизации. Дальше идет пентатоника. Всеми нами известная и любимая пентатоника, с которой мы с вами любим играть вот здесь. То есть вот она у нас, это от шестой ступени, или от первой ступени в миноре. Здесь, конечно, тоже могут быть такие моменты. Но пентатоника, я увидел, что здесь ничего сложного по сути нет. Ей единственное, что нужно очень умело пользоваться. Здесь я представил, если мы с вами посмотрим, то здесь серыми точками, серые точки, ну, здесь нужно присматриваться, чтобы увидеть серую. То есть она чуть-чуть, она такая темная, все остальные, ну, все точки у нас черные, а одна точечка такая чуть-чуть светленькая. То есть я тут как раз и серая. Просто в типографии, когда давал книжку на печать, то есть там, это, по всей видимости, она не такая серая. Но, в принципе, все равно понятно, что серый цвет, вот он серый. Это идет хроматизм. То есть у нас, если мы добавляем с вами в пентатонику вот именно эту повышенную ступень, точнее, наоборот, пониженную третью, скажем, если мы играем с вами мажорную пентатонику, скажем, тонально с ля мажор, вот, например, то, обыграв пентатонику обычно, то мы можем с вами добавлять пониженную ступеньку третью. Вот она у нас получается. То есть как раз в книжке она показана. И так далее. И здесь таких пентатоник у нас несколько-несколько видов. И самое интересное, что даже небольшой написан пример, описание этой пентатоники, то есть блюзовые ступени пентатоники, то есть что мы можем здесь с ней сделать. Здесь очень важно понимать тональности. Почему, например, одна пентатоника может быть мажорной, и одновременно она же может стать пентатоникой, скажем, там, третьей ступени, там, или наоборот, шестая пентатоника, и она же может стать первой пентатоникой. Как вообще, что это такое? То есть существует понятие в музыке к параллельной тональности, то есть это тональности с одинаковыми знаками приключения. Например, до мажор и ля минор, ре мажор, си минор. Как это получается? Это получается за счет того, что когда мы с вами играем гамму до, ре, ми, фа, со, ля, си, до, вот мы сыграли, то получается от до 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 у нас до мажор, а и в этой же гамме, то есть если мы сыграем ее же вот... Вот у нас, например, мы поймали нотку ля. И от нее у нас получается уже другая тональность ля минор. То есть это просто, если по белым клавишам мы проведем на фортепиано от ноты до 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 до, то у нас получится с вами тональность до мажор, гамма до мажор. Если мы проведем по белым, только по белым клавишам от ля до ля, то получается ля минор. И так везде. То есть, грубо говоря, чтобы перейти в параллельную тональность, нам достаточно прибавить полтора дона. Например, если мы играем мажорную тональность, то мы убавляем полтора дона, чтобы от ноты до мы не пришли в ля минор. То есть до мажор минус полтора дона, то есть это получается до, еще полтора дона убавляем это си, еще полтора дона убавляем это си бемоль, И еще полтон убавляем. Это ля. Ля минор. Точно так же мы можем сделать. Например, потренируемся. Соль мажор. Параллельно тональность. Убавляем. То есть у нас соль. Вот у нас соль идет. Полтон убавляем. То есть вот этот вот тон. Вот так мы идем. Это тон. И полтона. Получается нота ми. Соответственно ми минор. И например вот эта нота. Вот эта нота получилась. Эта нота у нас пятая струна. Получается восьмой лад. Это будет мажорная нотка. То есть восьмой ладок у нас фа мажор. Вот мы его сыграли. Фа мажор, минус полтора тонна, получается какая-то тональность минор. Сейчас посмотрим, какая. Фа, потом, значит, получается ми, ми бемоль, ре. Соответственно, ре минор. То есть, значит, параллельной тональность вы сами можете сделать. Но не может быть, единственное, что не может быть такого, скажем, до диез тональность мажор, а параллельно си бемоль, си бемоль минор, нет, ни в коем случае, должен быть ля диез минор. Почему так получается? Потому что именно скачок должен быть на полтора тонна, то есть через ступень, через лад именно в гамме. То есть должно быть через название ноты. То есть до, си пропускаем и на следующую. И уже смотрим, какая у нас там диез или демоль. А именно по этой причине в теории музыки появляются там дубль диез, дубль бемоль. Это чисто с теоретической стороны. То есть, например, до дубль диез на практике это ре. Или там си, скажем, дубль бемоль, это по идее та же самая нота ля. Но получается именно это по той простой причине, что в теории музыки выстраиваются вот эти все там сет-аккорды или трезвучие, то есть в обращении. И получается именно такие названия диез, дубль диез, дубль бемоль. Итак, идем дальше. То есть это мы немножко сделали, пролили свет на гаммы. Так, дальше. А, у нас пентатоники. Пардон. Да, пентатоника я здесь сделал также очень мощные примеры в плане скачков, скачкообразные все вот эти вот моменты. Мои любимые, когда мы... То есть когда мы можем с вами перескакивать с одного лада на другой. Итак, идем дальше. Значит, у нас получается по пентатоникам мы прошлись. Также здесь есть небольшие примеры, скажем, обыгрывания блюзовых нот и так далее. Значит, дальше идет очень обширная тема. Это тема септаккордов. Септаккордов здесь я написал... Вообще в природе существует семь билев септаккордов. Это большой мажорный, малый мажорный, малый минорный. Ну, они здесь описаны. И также есть, если вы обратите внимание, септаккорды под звездочкой. Вот, что такое септаккорд под звездочкой? То есть это чисто теоретически. Они у нас получают, например, большой уменьшенный септакорд. В природе его не существует. Но на схемах мы его играем. То есть на схемах он достаточно интересно получается. И там получается интервал не терция, а именно кварта. В другом случае, там, где мы играем увеличенный, там секунда получается. То есть почему так происходит? Потому что мы играем, например, до, ми, соль, вес, си, бемоль. И, по сути дела, само звучание достаточно интересное получается. Вот, те, кто этого книгу держит в руках, то есть вы можете посмотреть. Это у нас страница 95-ая септаккорды. Ну и, соответственно, большой увеличенный септаккорд. Стоп, небольшой увеличенный, малый увеличенный, там, на 112-й странице получается. И большой уменьшенный септаккорд на 110-й. То есть просмотреть все эти схемы, проиграть, пощупать их. То есть их там по 4 схемки на каждый вид. Ну и, соответственно, все схемы очень удобно играть. Скажем, допустим, мы решили обыграть, скажем, ми, мажорный бейдж. Итак, его играем в нескольких вариантах. Или, так скажем, мы обыграли минорный тоже септаккорд. Достаточно интересно это все звучит, поэтому можете поиграть. Ну и не обошлось без упражнений. То есть упражнений на септаккордов тоже масса всевозможных. И поначалу их было очень много, но я решил их подсократить и сделать, опять-таки же, оставить для творчества. То есть следующую книгу, которую я буду писать, там, конечно, да, там будет их очень много, всех этих упражнений. Но в этой книжке именно цель немножко другая. Итак, значит, у нас получается упражнение секвенция с септаккордами, то есть на ту и на другую гамму. То есть фрагменты композиции некоторых. Большой этюд Соколовского музыка, тоже скрипач. Очень интересный представлен здесь этюд на эйджио, то есть который в себе содержит очень много и септаккордов, и трезвущих. Это все в нотах и табулатуре, решил оставить, кроме поля шмеля. Потом обыгрывание уменьшенного трезвучия. Здесь есть. Также дальше идет глава полиаккордовой схемы. Полиаккордовые схемы, их, по идее, получилось 7 ступеней. Но если вы выучиваете вторую и шестую, то если вы будете внимательны и сравните эти картинки, например, септаккорд второй ступени и септаккорд шестой ступени, то получается, что они идентичны, то есть абсолютно одинаковые. Точно так же, как, скажем, септаккорд первой ступени и септаккорд первой ступени и септаккорд четвертой ступени. То есть они абсолютно одинаковые. Это, в принципе, получается из-за того, что по ноткам, если мы будем играть, то, в общем-то, та же самая последовательность получится. Ну и дальше хроматические последовательности достаточно тоже мелодические получились. И так далее. То есть он спускается по низу, секвенция на поле аккорда также достаточно интересная здесь. И заключает эту тему этот этюд, фьюжн, точнее даже нет, не заключает еще, то есть который состоит из всех этих полиаккордовых схем, то есть которые делятся либо от шестой струны играет, а от третьей струны, то есть можно посмотреть. Дальше идет джазовый этюд, очень мощный этюд. И в этой следующей главе нон-аккорд. Нон-аккордов я написал два нон-аккорда, от шестой струны и от пятой струны. Небольшое описание, ну и, соответственно, небольшие примеры на него, чтобы вы могли пощупать, посмотреть его. Дальше идет септаккорды с тэппингом. Септаккорды с тэппингом, в принципе, это у нас, по сути дела, то же самое, что и обычные септаккорды. Только там я использовал по три ноты на струне, достаточно интересное звучание, то есть это для тех ребят, кто увлекается тэппингом, подойдет идеально. Например, если мы хотим с вами обыграть ля-мажорный мейдж, допустим, большой мажорный септаккорд. Или, например, рэ-мажорный септаккорд, большой. И таких здесь септаккордов тоже получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь я их здесь написал, тоже по звездочке. Потому что мы помним с вами, что септаккордов у нас семь и два, у нас получается альтерированные септаккорды. Вот, пример, кстати говоря, на тэппинг, здесь тоже есть упражнение на септаккорды с тэппингом. Так вот это все выглядит в этом, с тэппингом. И, соответственно, потом здесь заключительная тема, это небольшой этюд, девушка из эпанимы. Вот, в этом этюде, то есть здесь он нотами и таблатурой тоже представлен, здесь у меня написано, что... То есть я здесь написал сам этюд, придумал на основе всех вот этих схем. То есть сначала они были в голове, потом они материализовали сюда, потом, собственно, как пользоваться этим этюдом. То есть сначала его, естественно, нужно разучить. Вообще сначала все принято, сначала качественно все выучивать, а уж потом там что-то начинать строить. Не бывает такого, что человек сначала начинает что-то думать и выдумывать, и у него ничего не получается. Итак, и каждый такт я здесь описал. То есть, например, здесь всего получилось у нас 21 такт, и каждый такт расписан словами. Например, там первый такт, фа, мэйш, а выкручивается схемой большого мажорного сабтакорда третьей ступени, плюс пентатоникой третьей ступени. И что такое схема третьего ступени? То есть это можно посмотреть в самой книге. То есть мы откроем большой мажорный сабтакорда, сейчас не поленимся, сделаем это. То есть вот он у нас, так, подожди, ядр. Так, большой мажорный сабт. Вот она, третья ступень, то есть вот она у нас получается. В книжке третья ступень, вот мы ее взяли, посмотрели, ага, вот она где. Третья ступень, соответственно, тоника у нас здесь получается, вот она, на пятой струне, синимая точечка. Вот, соответственно, дальше, если мы будем читать, что у нас дальше получается? Плюс пентатоника третьей ступени. Смотрим, идем на тему пентатоники, отматываем, и смотрим, находим пентатонику, сейчас по оглаву не посмотрю, и находим пентатонику третьей ступени. Вот она, пентатоника третьей ступени. Вот это. И опираемся, и эти две аппликатурки мы соединяем. И смотрим, что у нас получается. И получается, в принципе, у нас небольшой ход, который я сюда сделал. Вот этот ход на фанф-мейдж. Его сыграл, и, соответственно, по этому принципу я сделал полностью этот этюд. Не только на больших мажорных саптаккордах или пентатоник, но также и на увеличенной гамме, на тон-полтановой гамме. Это все здесь вот расписано идет отсюда. То есть, как, например, краткая такая выдержка того, как придумывал именно я вот этот этюд. То есть, на основе этого опыта можно, собственно, все это дело просмотреть, выучить, проиграть и прочитать. Ну и, соответственно, сделать что-то свое. Дальше идет тоже небольшое гитарное соло. Тоже, ну, оно уже, краткая его характеристика. То есть, оно проще. Оно гораздо проще. То есть, здесь использовано вообще очень скромный материал. То есть, но само соло, оно, в принципе, достаточно интересно выглядит. Вот так же можно посмотреть на канале ютубе. Называется «Гитара соло номер три». Вот. А здесь у нас получается соло этюд «Girl from Eponimo». И, соответственно, заканчивается книжка «Пожеланием-заключением». Что... В заключении хочу сказать, что данный материал поможет гитаристам, которые хотят понять, с чего нужно начинать строить свое импровизацию. Вообще, в принципе, если человек много всего знает, то ему проще ориентироваться и на грифе, и в гармонии, и достаточно просто строить какие-то свои проигрыши. Вот. Итак, если эта книга вам нужна, то, пожалуйста, заказывайте ее ниже в описании под этим видео. Пока. Спасибо за внимание. Также для тех ребят, кто уже приобрел эту книгу и хочет показать какой-то свой сочиненный, придуманный материал, то вы можете это все записать, сыграть, смонтировать и присылать мне на почту, на мою почту, которая находится вот здесь. Вот. Присылаете туда свое письмо, вкладываете этот файл и заливаете его на Яндекс.Диск, и мне его присылаете. Эти все файлы я могу сделать на определенной странице, то есть это как будет такая небольшая копилка творчества по этой книге. Спасибо.